Всем привет! С вами снова Виктор Балик. Сегодня хотел бы рассказать вам очень интересный случай, который произошел с нашей клиенткой. Она отдыхает в отпуске и написала мне сообщение, что сильно там обожглась. То есть как она обожглась. Не то что ожог, а солнечный ожог. Получила очень сильный такой солнечный ожог и вся спина у нее покрылась волдырями, такими настоящими волдырями водяными. Очень больно было, все жгло. И поэтому, как говорится, я с ней связался. И потом она спросила, как наносить мелолойку и каким образом все это делать лучше. И таким образом мы все это разобрали. Я вам хотел бы сейчас показать наши переговоры, как это все происходило. Сначала хорошо остудите, чтобы прохладное все такое, чтобы вот эти волдырисы и прочие дела. Температура спала на коже, да. А потом потихонечку, потихонечку обрабатывайте мелолойкой. А потом мне сообщите результаты. Хорошо? А желаю вам гуте бессерунг. И, конечно, в это время уже никакие там пляжи, никакие загары уже нельзя делать, да. Тогда можно рак кожи заработать. То есть, если берите, например, если уж на пляж хотите идти, берите мокрое полотенце такое, накрывайтесь полностью. И чтобы вот это место обожженное, оно ни в коем случае под солнце не попадало. Нас, значит, вот так мы переписали с ней. Она говорит, да-да, конечно, ни в коем случае, никуда не пойду. Загорать не буду, буду в футболке. Да, это осторожно очень. Я говорю, ну хорошо, попробуйте. Пожелали друг другу хорошего вечера. И потом, значит, через какое-то время опять мы связались с ней. И дальше у нас такой разговор происходил. Да, это очень серьезная штука. У вас очень сильный ожог, да, очень конкретный. Там такие блески уже, волдыри цены, да. Как же вы так не досмотрели. Такое сильное солнце там, ну да, конечно, июль, ясно дело. Да, видим, как это все серьезно было, да. Если будете в комнате лежать, так на живот ложитесь, да, и прям холодное полотенце такое прям ложите на спину. Остудите это холодное полотенце под водой и обратно положите. И таким образом, да, придется помучиться ночку. Да, потом я и выслал информацию, видео про милолойку. У нас на страничке очень много на канале есть. Можете читать. И, значит, тогда договорились, что она попользуется. Сначала частично, может быть, использует какой-то определенный участок, да. И тогда на теле потом посмотрит реакцию тела. Да, потому что у каждого своя кожа. Я с муслым куком. Нужно посмотреть, да, на каком участке, как произошло, какие ожоги, как что. Я вам предложил бы взять какую-то часть тела, нанести милолойку, да, пур, как вы говорите, аккуратненько. Или можно взять ее с кремом смешать, тоже можно, да, с кремами ее тоже можно, с мазями мешать. И посмотреть, как будет организм реагировать. То есть какую-то часть тела, где обожглось, немножко покрыть милолойку, а другую, например, оставить так, просто охлаждать. И посмотрите, если у вас через час, два, три вам на этой стороне будет легче, тогда можно другую часть тоже обработать, да. Поэтому каждый организм реагирует по-своему. Кто-то наносит после охлаждения везде, кто-то частично, можно с мазями делать, мешать, можно с кремом смешать, да, можно взять ту же самую сметану или там кефир. Кто что делает, да, и милолочку всегда можно добавлять, потому что она убивает вирусы, бактерии, микробов и паразитов. В общем, попробуйте, да, как вам будет лучше, так попробуйте, потом мне напишите, скажете. Да, ну и она вот написала, что да, я буду пробировать, буду пробовать, и потом сообщит мне, да, знать, это было у нас в пятницу. Значит, потом она написала, вот, вчера письмо. Халю, Виктор, вольте мих, я малькурц мейден, их муссаген, гот зайданк, хартих миллойка мит ин ден урлауп. То есть, слава богу, у нее миллойка была с собой тоже в отпуске, наша миллойка, и она начала ее наносить, 8 капелек она смешала с лосьоном, потом аккуратненько на спину начала наносить. Муж ей это делал, да, как говорится, 3 раза в день они это делали, и со временем кожа, она сама по себе обожженная стала сходить, и под низом образовывалась уже мягенькая и беленькая свежая кожа. Говорит Филинданк Ноханмаль, большое-большое спасибо еще раз. Ну, вот такой классный опыт, да, применения миллойки. Потом, что тут я и дальше написал сообщение. Оля, привет, пришлите, пожалуйста, новую фотку, да, последнюю уже, как у вас там все поправилось, хорошо, жду. И вот она, как раз эта фотография, и мы видим, да, что все вот эти волдыри ушли, свежая кожа тоненькая, хорошенькая, свежая, и без всяких проблем, да, все это снялось. Буквально за 2-3 дня, да, удивительно, волдыри были, и сейчас все так классно, прекрасно зажило. Ну, то есть, удивительно, просто удивительно. И так, у нас на страничке очень много есть подобных опытов применения миллойки. Пожалуйста, заходите, жду вас обязательно, хорошо? Разошлите это видео вашим всем знакомым и друзьям, тем более, что сейчас лето, да, многие уезжают в отпуск. Ну, и здесь тоже в Германии, на бассейне или еще где, на природе можно также очень быстро сгореть в такую жару. За 30 градусов зашкаливает, да, температура. Лето очень жаркое, поэтому нужно быть очень-очень осторожным. Итак, просьба, пожалуйста, разошлите это видео всем вашим знакомым друзьям. Продолжение следует...